Билет в черногорских автобусах подорожал сразу на 2 рубля. Теперь одна поездка на общественном транспорте в городе угольщиков обойдется в 17 рублей. Это на рубль дороже, чем в столице Хагасии. Хотя перевозчики заранее предупредили горожан о грядущем повышении, пассажирам от этого не легче. Пенсионерам платить надо. Не хватает денег и так. Потому что дорого. Мы инвалиды, и нам считают это дорого. У нас пенсия маленькая. Это вообще пугает ужасно. Как будем жить? Вот. Сейчас могла бы где-то уехать и на платном. Стою, жду. Замерзла. Но жду. Льготный. Сложившаяся ситуация весьма напоминает сговор перевозчиков. Ведь билеты подорожали сразу у всех 10 предпринимателей, работающих в Черногорске. Как нам сказали, они имеют сейчас на это полное право, предприниматели, потому что дорожает ГСМ, запчасти. Плюс налоги поднимают. Владельцы автохозяйств ссылаются на изменения в 220-м федеральном законе о пассажироперевозках, который, по сути, разрешает им выставлять любые цены за свои услуги. Одобряют действия перевозчиков и в администрации города. Последний раз поднимали цены у нас в июле 2014 года. То есть полтора года перевозчики ездили почти в убыток. Ранее цену регулировалось в правительстве Русленика Акасии. В соответствии с действующим заказательством. На данный момент в связи с вступлением в законы силы федерального закона, который регулирует уже право предпринимателя, устанавливает свой тариф. Однако в антимонопольной службе утверждают, повышение стоимости проезда пока незаконно. 220-й закон действительно вступил в силу. Но для его применения муниципалитеты, во-первых, обязаны разработать нормативы, во-вторых, разделить маршруты на те, которые будут регулировать власти, и те, где предприниматели установят свои тарифы. Пока Черногорская мэрия такие документы не предоставила, а значит, свинчивать цену на билеты перевозчики не имеют права. Есть такая административная ответственность, как нарушение порядка ценнообразования, которым занимаемся мы, в том числе, антимонопольные органы. И в данном случае, да, конечно, вопросы имеются, и мы будем работать в этом направлении. Если факт незаконного повышения цен за проезд в Черногорске будет доказан, автобусникам грозит штраф в 50 тысяч. К слову, повысить стоимость проезда пытались и в Абакане. Но в столице Хакасии предпринимательница передумала это делать после того, как получила предупреждение от антимонопольщиков. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.